Рад всех приветствовать. К этому моменту мы уже накопили немало вопросов, которые нас сдерживают в развитии. Один из них это управление памятью, мы ни разу не применили функцию динамического выделения памяти. Может всего пару раз позволили себе вызвать функцию вывода на экран. Так и не разобрались с тем, что и кому возвращает функция main. Также существует множество вопросов, что такое многопоточность, многозадачность, что такое драйвера устройств, защита памяти, прерывание страницы памяти, файловая система, своп или подкачка страниц. Очень много вопросов и так мало ответов. Сейчас пришло время не спеша со всем этим разобраться. Для того чтобы понять все это нужно понять сущность операционных систем. И для этого нужно прикоснуться к железу, способному обеспечить выполнение очень многих задач, исполняемых внутри операционной системы. Этим сейчас и ограничимся. Если опять возникает вопрос зачем это все, то ответом опять будет следующее. Вы можете поступать как хотите, использовать абстракции, ничего не зная о внутренностях. Большинство простых решаемых задач не потребует от вас понимания больше, чем как запустить программу, зачем кнопка пуск в Windows. Однако существуют задачи, требующие высокой скорости обработки данных, способности обрабатывать сотни тысяч запросов пользователей в секунду и другие задачи, сопровождающие высоконагруженные приложения. В эпоху развития веб-приложений как никогда встает вопрос производительности. Не только серверной части, поскольку количество выделенных серверов это деньги, но и клиентской части тоже. Сознанием основ операционных систем вы будете писать менее кривой код, а значит станете более востребованным специалистом. Прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал если еще не подписаны, даже простой лайк под видео поможет в развитии канала. А сейчас займемся разбором железа. К этому выпуску для вас подготовлен учебный компьютер с великолепным набором возможностей. С одной стороны, под такое железо написать операционную систему возможно, с другой там нет ничего лишнего. В учебниках по основам операционных систем сейчас вообще перестали писать что-то членораздельное. Все что написано это верьте, эта картинка описывает управление памятью. Сплошной стыд. Если взять хорошую книжку, то там будет очень детальное описание, но под современное железо, а там сейчас все очень и очень сложно. Вот поэтому и нужен учебный компьютер. Все предложенные концепции тут являются упрощением тех, которые используются в жизни на современном железе. Много из них подсмотрено на ранних образцах компьютеров. Эти наработки брались за основу при разработке современного железа, так что истина сейчас будет очень и очень рядом. Надеюсь, это будет заходить для максимально широкой аудитории. Алтфаги пустят скупую слезу и скажут, боже, как же жить тогда было приятно. Новички узнают чуть больше, чем за то же время из популярных учебников. Вашему вниманию предлагается простейший 16-битный компьютер. Его устройство обеспечивает функционирование многозадачной операционной системы, а это значит будет очень интересно. Постараемся копнуть на оптимальную глубину, такую, чтобы потом понимать, как надо и не надо писать обычные прикладные приложения. Итак, что мы тут уже видели раньше. Дешифратор команд уже рассматривали в ранних выпусках базового курса. Регистровый файл. В его состав входят 8 регистров разрядностью 16-бит. Флаги и регистр указателя инструкции теперь тоже входят в состав файла. Арифметика логических устройств 2. Одно для арифметических и логических операций, другое для расчета адреса данных в памяти по известным базе и смещению. Отдельного стека адресов возврата теперь нет. Эти адреса будут храниться в стеке, реализуемом в оперативной памяти. Функции контроллера памяти мы уже рассматривали ранее, он работает с общей динамической памятью большого размера. Для упрощения не показан сложный интерфейс доступа к этой памяти. Остальные два блока памяти это раздельная кэш-память первого уровня для программ и данных. К контроллеру памяти также подключен контроллер системной шины. К этой шине подключены устройства ввода и вывода информации. Пройдемся по системе команд. Теперь процессор 16-разрядный, поэтому свободы в 16-битных машинах словах стало гораздо больше. Первая инструкция это переход по адресу. Старшая единичка это информация для дешифратора о формате команды. Единицы на этом месте нет больше ни у какой инструкции. Память состоит из 16-разрядных слов, поэтому 15-бит адреса смогут адресовать 32 767 слов или 64 килобайта. Работа инструкции проста, при помощи дешифратора команд она загружает новый адрес в регистр указателей инструкции PC. В этом списке арифметические, логические инструкции, а также для работы с памятью. Их префикс это 0,1 в старших разрядах. Дешифратор безошибочно их узнает. Арифметическая команда сложения поместит в первый регистр сумму двух других. Команда загрузки регистра из памяти как и раньше выставляет на сумматор базу и индекс. Содержимое ячейки памяти с вычисленным адресом загружается в выбранный регистр. Сохранение содержимого регистра работает похожим образом. Только содержимое регистра проходит через алу и поступает в контроллер памяти. Обратим внимание, что в машинах инструкциях на синих позициях находятся коды регистров. Это Erics, EricRig, RZ. Среди всего этого набора команд только команда отрицания имеет две позиции под коды регистров. Это простая побитная инверсия. Результат инверсии можно сохранить в любом регистре даже в том же самом. Рассмотрим следующие группы команд. Префикс команд позволяет отличить одну группу от другой. Внутри группы команды друг от друга отличают биты в желтых позициях. Как мы понимаем, отличать команды одну от другой – это задача дешифратора команд. В состав инструкции входят восьмибитные поля, в которые помещаются числа. В зависимости от команды это число имеет различное назначение. Кроме непосредственной загрузки регистра это еще и работа со стэковым фреймом функции. Как мы ранее выяснили, для обращения к локальной переменной функции нужно пользоваться ее смещением от указателя стэка. В этой модели процессора такие операции упрощены, потому что теперь все можно делать одной инструкцией. Смещение от начала стэка заложено в зеленой области. 16-битные числа загружаются в регистр в три инструкции. Сначала старший байт, потом он сдвигается на свое место, и, наконец, сумма с младшим байтом. Еще одна группа инструкций – это работа со стэком через команды Push и Pop. Содержимое регистра отправляется на вершину стэка. Или содержимое вершины стэка отправляется в выбранный регистр. Инструкция программного прерывания будет рассмотрена позже. Последняя группа инструкций. Тут есть любимая команда Nob – ничего не делать. На самом деле чуть позже убедимся, что она важна. Операции сдвига содержимого регистра имеют поля кода регистра, остальные без операндов вообще. Но кроме еще одной – это вызов функции, адрес которой помещен в регистр. В прошлых выпусках мы убедились, что указатель на функцию – это одно из самых необходимых связующих веществ, позволяющих не разваливаться огромным программным проектом. Важная операция – это RED – возврат из функции. Также важна группа инструкций, выбирающих по какому условию будет осуществлен переход инструкции Jump, которую мы рассмотрели в начале. На этом рассмотрение технических особенностей процессора закончено. Каждый новый аспект работы операционных систем потребует дополнительной уточняющей информации, так что если пока ничего не понятно, это не страшно. Увидимся в следующих выпусках.